7 апреля в Благовещении. Хорошая солнечная погода. Правка зеленеет, солнышко блестит. Народ потянулся на рыбалку. А вдруг? Что-то сгарпенирует. Ну, хотя бы это. Маме и папе. О, самое хорошо. Я передаю привет друзьям, маме, папе. Отлично. Вот смотрите. И я передаю привет всем жителям планеты Земля. Ура! Кому угодно, родителям, друзьям. Ну, извините. Ну, отлично. Можно много рассказывать о тех или иных средствах оздоровления, как они действуют, насколько они полезны. Но лучше всего почитать отзывы тех, кто уже применял эти средства и получил эффект от этого. И что это за эффект? И вот мне как раз пришло письмо. Случайно наткнулась на сайт Геннадия Малахова. Было просто приятно увидеть и услышать его в дно. А про керосин он правильно сказал. Моя бабушка в детстве, потом моя мама всегда наши ссадины, порезы, раны смазывали керосином и все. Ни водицы и сукровицы, ни гноя в ране. Все быстро заживало и даже шрамов не оставалось. Один раз мы бежали за арбой. И я близко к колесу бежала. Колесо проехало или задело, не помню. Только помню, что я сильно кричала и плакала. Присела на землю и не могла встать на ногу. Спасибо бабушка. В окно увидела. Схватила чайник с керосином и подбежала прямо из носика. Налила мне на пальцы керосин. У меня были синие, зеленые, припухшие пальцы ноги. Затем завязала куском материи и отнесла меня домой, положила в постель. А на другой день я уже со всеми детями опять бегала по улице, играла в лапту. А вчерашним нога никак не напоминала. Потом моя сестра, не спрося разрешения у взрослых, решила наколоть полышек для растопки самовара. Она взяла полено и решила его расколоть. Но она ускользяла, падала и не держалась. Тогда она положила его на землю и левой ногой наступила на него, просто прижимая к земле. Первый удар топором по полину получился слабым. Тогда она ударилась сильнее и топор расколол полина. Пошел лезвием дальше, по большому пальцу ноги и разрубил его верхнюю часть ногтем. Было много очень крови, суматоха, крики сестры. Мама принесла керосин, налила его в глубокую посуду и подержала там ступню ноги сестры. Потом перерезала бинтами. Все, по стильному режиму сестры. А через несколько дней она спокойно пошла в школу, не хромая на поврежденную ногу. И опять ни гноя, ни сукровицы. Правда, нога пахнет керосином и пачкается, но ради здоровья все это мелочи. А со мной был случай. Уже будучи взрослой женщиной, я рубила мясо топориком на кухне и нечаянно рубанула по большому пальцу левой руки. На второй фаланге. Только вижу, висит кусок мяса с пальца, боли еще нет. А на пальце ямка и уже наполняется кровью. Я не мыла руки, ничего в голове. Была одна мысль. Не дай бог кровотечение сильно откроется. Надо быстрее в керосин окунуть. И этот кусок, что висит двумя пальцами правой руки, прямо беру. И прилепляю к ямке. Плотно прижимаю. Плотно ладонью правой руки зажимаю раненый палец, прижимая ранку. Выбегаю во двор в сарайчик хозяйственный. Там ведро с керосином и соляркой стоят обычно. Забегаю, а уже кровь капает сквозь пальцы. Смотрю, а керосина в ведре нет. Облом. Что делать? Но недолго думая, опускаю к кисть левой руки с зажатым местом ранения ведро с соляркой. Держу минут пять. Пощипывала вначале, потом перестала. Еще минуты три. Но продолжаю прижимать отрубленный кусок мяса к ране. Также вынимаю руки из ведра, иду домой, перевязываю, надеваю на пальчик. Мою руки хозяйственным мылом. Конечно, раненый палец не мочу, только вокруг протерла смоченным с мылом, пока не ушел запах керосина. Потом протирала чистой влажной тряпочкой, переоделась вообще чисто и продолжила готовить обед. Через два-три дня сняла повязку, ни гноя, ни опухлости, ни покраснения. Остался на всю жизнь маленький шрамик в виде полумесяца. Вот так он, керосин чудодейственный. Я думаю, им можно смазывать разного рода раны и фурункулю. Да, думаю, нужно его везде пробовать, купить и поставить дома. Пусть стоит на всякий случай. Мы часто забываем о таких старых натуральных способах лечения. Керосин, он уже веками проверен людьми. Просто мы забываем здоровья всем. Вот такое интересное вкусное. И теперь отзыв о вегетарианстве. То есть после того, как посетитель посмотрел видео мое про вегетарианство, авианство, сыроедение, вот такой отзыв был. Вот именно, собственно, индивидуальная особенность организма. Цель их оздоровления находилась на вегетарианском, а позже на веганском рационе питания два года. Радости не было конца. Случай, я попала к стоматологу на лечение зубов, с сопровождением томографии, рентгена, уколов, заставил меня пересмотреть рацион питания. Снижение веса каждый день по 300 грамм. И холод, о чем я вас предупреждал и говорил. Добавила рыбу и перепелиные яйца, как источник витамина В12. Потому как добавки В12 лекарственного оказались неэффективны. Всем сердцем заветарианства. Но только для меня тогда дверь закрыта. Питание имеет сезонный характер. Зимой оно совсем другое. А вот летом, пожалуйста, занимайтесь вегетарианством сколько души угодно. И это будет полезно. Как только вы, сырые овощи, которые охлаждаются от солнышка, начинайте есть зимой, когда их нету. Они холод вносят. И холод на холод. И получается вот такая вот ерунда. Поэтому вот это вся эта теория. Это хорошо. Но практика показывает совершенно иное. А я больше практик. Ну что, наша прогулка закончилась. Приятное с полезным записали. Посмотрим, как звук не задувал или. Ну и все нормально. Подушечка называется «Мой дружок». О! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте «Малахов.про». Доброго здоровьица и до новых встреч!